Открытая студия Первого Ярославского продолжает работу в рамках форума. И сейчас рядом со мной находится Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Геннадьевич, сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве. Какие направления, сферы жизни нам наиболее интересны? Вы знаете, мы работаем в Северсавской области достаточно уже давно. Эта работа велась еще до того, когда Дмитрий Юрьевич вступил в должность временно исполняющего губернатора. До того, когда я вступил в должность губернатора. Этой работе мы дали новый импульс. Мы определили основные важные для нас направления в сфере культуры, туризма, в сфере молодежной политики, транспорта. У нас много общего. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить, это большая заслуга того пласта культурного наследия. И Ярславлю стал столицей Золотого кольца. Я вас с этим поздравляю, это очень важно для развития культуры. У нас также есть ряд вопросов по оборонно-промышленному комплексу. Наши инженеры, наши конструкторы сейчас тесно работают по федеральной повестке. Это переход с военной на гражданскую продукцию. Мы все прекрасно понимаем, что гособоронзаказ есть, он какое-то определенное время будет. И он продолжит быть. Но объемы и те заказы в количестве, которые есть на сегодняшний день, он будет реально сокращаться. Да, останется экспортная составляющая, которая будет идти на экспорт, но наше внутреннее потребление, оно будет сокращаться. И поэтому уже надо сейчас думать об оборонно-промышленному комплексу о переходе с военной на мирную продукцию, так называемую двойную назначение. И здесь у нас, с учетом вашего оборонно-промышленного комплекса, тех крупнейших предприятий, которые есть. А мы знаем, что там очень серьезные конструкторы, инженеры, которые имеют богатый в этом опыт. И наши конструкторы-инженеры в тесном взаимодействии сейчас эту программу разрабатывают. И сотрудничество мы подписали с вами год назад. Сегодня мы наметили конкретные планы, конкретные шаги, по которым мы будем точно отрабатывать. И вот то, что я вам перечислил, очень много, очень много у нас связывает в спорте, в развитии спорта. И поэтому сегодня мы некую такую дорожную карту поэтапно, где будем двигаться, поэтапно все мероприятия, которые будут проходить на территории Тульской области и на территории Ярославской области. Поэтому мы сегодня просто сверили карты и еще раз пожали руки о нашем тесном взаимодействии и дружеских отношениях в различных сферах. Еще один вопрос задам. Второй год в выставочно-конгрессном центре Экспофорум проводится Петербургский экономический форум. Огромное количество участников. В прошлом году было их порядка 10 тысяч, в этом году больше. Регионы, наш субъекты страны получили возможность так красиво заявить о себе. Отметили Ярославский стенд, на что обратили внимание? Да, я хочу сказать, что вообще в последний год, я сейчас не говорю конкретно о персонале, я просто сейчас говорю о эффективной и слаженной работе команды, и мы видим определенные позитивные вещи. Ярослав сейчас звучит больше и федеральной повестки, потому что тот сегмент, который был незамечен, он сейчас выходит на новый уровень, и он приобретает федеральную повестку. Это очень важно, для народа это очень важно, и мы сейчас видим, я со стороны вижу, что в Ярославскую область входят федеральные программы, и деньги федеральные идут в Ярославскую область. Это тоже очень важно, потому что, несмотря на то, что федеральный центр нам говорит, что хватит сидеть на дотациях федеральных инвестиций, надо привлекать собственные резервы, привлекать инвесторов, чем вы сейчас и занимаетесь. Я знаю, что в этом направлении у вас тоже есть определенные движения положительные, да, и объемы подписания достаточно, очень серьезные. Но в любом случае мы прекрасно понимаем, что есть определенные программы, которые без федеральной поддержки не осилить нам, как главным регионам. И Дмитрий Юрьевич проделывает большую работу по привлечению и вхождению в различные федеральные целевые программы и инвестиционные программы. Это большая, кропотливая работа, я знаю это по себе, и поэтому мы видим результаты. И я думаю, в ближайшее время, это процесс достаточно комплексный, долгий, но в ближайшее время жители Ярославской области почувствуют перемены к лучшему, и мы желаем вам процветания, развития по всем направлениям. А народу Ярославскому я хочу передать привет от наших тульского народа, и мы дружим, и будем дружить, и будем тесно взаимодействовать по всем направлениям. Я благодарю вас за интересную беседу, желаю вам плодотворной работы в рамках форума. Спасибо. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, был гостем открытой студии Первого Ярославского. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»